добрый день любители вышивки рукоделия меня зовут марьяна я рада вас приветствовать на своем канале на своем на своих трех каналах теперь уже дзен у меня теперь самый главный канал первую очередь здесь видео будут все выходить потом рутуб ну и по остаточному уже youtube уж простите но youtube уже как говорится не тот все там не так поэтому будет вот так и поэтому вот так вот сейчас у меня на рутуб скачиваются все видео с цена уже вторые сутки пошли вот мне там я уже давно слышала что это можно сделать ну думаю ладно потом как-нибудь это я знаю что я предполагала что это будет уже вот и потом опять мне писать стала стали ну по крайней мере одна девочка точно написала что можно скачать видео но не все ведь так просто друзья мои это же не так просто прям взял скачал с телефона нельзя с телефона там на телефоне это сделать я пыталась не смогла потому что там надо некоторые коды перебрасывать туда-сюда вставлять вот в общем получилось на ноуте думаю как сделать там же у меня не открывается страница и решила я подключить мобильный интернет сначала и включить на открыть страницу на яндекс youtube на яндекс youtube у меня почему-то открылся он даже открывается без а потом уже мобильный отключил подключила уже вай фай потому что очень долго идет процесс там написано 132 видео сейчас ну там по факту 32 видим на скрысер скинулась это не все 32 там скинулись и они сбрасываются не по порядку так что не переживайте если кто там хотел что когда-нибудь пересмотреть вдруг ну большую себе да но все равно будет возможность на рутубе это сделать там конечно просмотры так себе маленькие что там 32 да ну так пока что я не знаю пока зрители все в таком тоже наверное таких непонятных наверное мыслях куда переходить что делать как быть где мне удобнее никому нигде не удобно как я посмотрю ничего девочки привыкните я же привыкла за два года на дзене быть и мне там очень удобно сейчас даже не удобнее чем на рутубе на ютубе конечно там универсально все но на дзене мне удобно во всех смыслах не там удобно там тоже можно перекинуть видео с ютуба но я подумала у меня за два года видео уж там полно если я сейчас еще перекину с ютуба но там копир скопируется эти за два года видео думаю да ну ладно не буду кто их там будет 10 раз пересматривать какие основные если что у меня скачаны на компе я могу и загрузить там повод и этим надо будет как-нибудь потихоньку в течение года это делать увидела например там о законченном процессе вот такие вот все скачала я все их надо загрузить ну мне просто жалко вот эти видео вышивальных недель вдруг не захочется когда-нибудь там пересмотреть а youtube действительно закроет слышал того что в течение пяти месяцев все это будет но не знаю не знаю посмотрим ноябрь нам как говорится покажет все все на свете но сами понимаете почему да хотя я предполагаю что ничего не покажет все будет как и было ничего не изменится а может даже станет хуже если выберут вот эту мадам ну ладно давайте не будем о политике будем о вышивке в общем все понятно да первым делом на яндекс цен скачиваете приложение учеба делать друзья у меня тоже в кучу приложений скачано например в к видео я могу конечно вот для тех кто если вдруг когда девочки и мальчики если закроют youtube да я знаю что некоторые те кто живут за границей они могут они могут смотреть это на видео на вк вк видео вконтакте да и тогда возможно я может быть я уже подумал может группа открыть и там как-то все вот это вот еще одну площадку да да кучи а свой думаю может еще и телеграм начать осваивать у меня там есть страницы начинал какой кошмар я у меня уже вот честное слово скоро вот в голове каша будет вот но подумаю об этом и подумаю где может быть в каком-то из таких пабликов закрыть эти комментарии скорее всего чтобы узнаете вот потом уже крыш не съехал всего этого вот чтобы и так понятно да будет что на дзене будут комментарии там я путаться начинаю извините у меня уже тут с головкой не все в порядке в общем вот так но еще также я слышала что все таки вот эти вот как их приложение их скачивать за границей смотрят единственное там видео они по моему грузить не могут свои я так поняла вот вот это вот я тоже слышала так что не переживайте возможно все но рутуб я вам сразу говорю у кого айфоны уже все скачать это невозможно студию рутубе сказал скачал на android потому что я его чё-то удаляла я живу сказать скачала потом удалила думаю зачем он не я его не смотрю ничего туда не гружу скачала в июле где-то и потом вот недавно зашла скачать студию а его там нету чуть-чуть у рутуба так что на айфоне возможно у вас тоже ну просто я спрашивала у сестренки свою дочери у кого там айфоны у нас ни у кого нет рутуба так что вот так если кто не успел скачать но все тогда не успели значит на android и тогда только через приложение там google яндекс и так и т.д. да говорили что google закроет у нас с 12 сентября пока ничего не закрыли так что но у меня не работает на компе ничего не загружается ну ладно вот так так вот такое долгое вступление простите за это переходим к вышивке сентября мне тут написали про планы я отдельное видео сниму нет я не сниму в прошлом видео я показала все что я хочу да хочу вышивать начать но это не значит что я могу закон я уже в себя как говорится не верю все все что-то ушло как-то вот я не знаю как себя в кучу собрать на что к себе верила прям что сейчас это стопроцентно закончу мне не было может просто столько процессов начатых но тем не менее за последние два месяца я закончила 4 процесса и три из них от стареньких так что надо как-то собраться в кучку и как-то с этим всем разобраться и вот я закончила в сентябре еще один процесс ну как еще один первый процесс нет второй процесс я закончила в сентябре два в августе было до 2 до ага точно два и вот еще такой вот один процессик цветущий сад от алисы цветущий сад хризантемки от алисы артикул все вы видите все данные 26 на 29 сантиметров составе этом этого набора схема цветная канва аида гамма нитки гамма игла гамма и инструкция гамма но она видимо не гамма я так уж и просто говорю об этом вот у меня значит схемка так где что у меня тут все как-то отдельно все это лежало инструкция наверное вот вот это вот имеется ввиду здесь вот сложено было все что вложено вот еще бумажечка была вложена и даже упаковщик ну как обычно да если вдруг какие проблемы обращаетесь к производителю пишите номер упаковщика тоже так значит вот такая схема для тех кто вышивает по схемам это моя любимая схема мои первые наборы были от алисы и я их до сих пор люблю даже на вот так как вам так как старенькая была глянцевая еще такая и осталась она вот здесь да на этих перегибах протиралась я ее скотчем там проклеивала всегда вот но в этот раз я обращалась к наталья самохина она мне сделала перенабор и такой набор я покупала в леонардо то что что-то поняла что их нет нигде уже нет но вот недавно я встретила его на маркетплейсе озон такой есть конечно не по той цене что я покупала подороже в почти тысячи рублей было был этот набор но я покупала дешевле гораздо что-то там рублей за 500 что ли вот то что в леонардо они уже давно 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 там видим лежали их распродавали вот может даже последний остался я не помню это было в екатеринбурге дочь мне покупал так что вот такой наборчик я купила увидев его у лили сплошные крестики да и понеслась его покупать понеслась его покупать практически по моему сразу я начала ну почти до сразу органайзера вот видите здесь это старый набор у них я же говорю схемка старенькая и вот даже вот и ниточки были на таком органайзере еще так еще когда они вот это выпускали по сейчас они на простых белых органайзерах выпускают с нормальной нумерацией это мне не нравилось до только 14 15 с моим-то везением и с моим-то вниманием я я частенько ошибалась потом так думаешь почта что-то не тот цвет какой-то взяла ну не тот же вот же 17 там или там 18 или 16 вот так у меня было поэтому для того чтобы не путаться я эти нитки перебросила вот сюда на этот органайзер не знаю сюда ли я переброшу или просто пусть пока полежит если мне органайзер понадобится конечно переброшу а так пока он мне не нужен я хочу все нитки по карте цветов все ну пронумеровать номера цветов и смотать в эти как бобинки чтобы начнутся хотя бы с этого набора да вот так а то у меня там лежат лежат собираюсь уже какой год все они лежат да кстати говоря по ниткам то взяла и значит показала значит как с нитками то дело ну здесь наверное надо все таки по аккуратнее вышивать этот набор потому что некоторые некоторых не так вот она совсем чуть-чуть остается вот здесь вот прям вот 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 совсем вот осталось сюда не ошибаться я еще ошиблась поэтому вот и вот этих цветов понемножечку осталось так что будьте осторожны но если вы перенесете на 32 каунта вам будет нормально в наборе была аида 14 каунта белая гамовская да там как то так вот видите лежала такими какими-то не знаю выступами так как лежал так лежит я ее заменила но не переживайте кто там переживает иногда по поводу основы основа неплохая хорошая я ее куда-нибудь на полную зашивку применю так что пусть лежит у меня там уже набирается такое количество основ так я по моему вот этот кусок я не помню почему у меня он вот так наверное как был кусок у меня отрезанный до лежал купленный вот этот бритни луга на 779 цвет так я по моему на нем и вышивала вот потому что вот здесь вот и вот здесь маловато место осталось по моему мнению ну вот что у меня получилось так я вам дальше технические все характеристики расскажу значит здесь сколько у нас цветов то было не сказала здесь у нас 25 цветов вот и в крестиках 142 на 149 крестика то есть это посадим на 14 аиде это двадцать пять и семь на 27 сантиметров идет размер работы общее количество крестиков и полу крестиков бэкстича здесь нет здесь десять тысяч восемьсот тридцать пять и пять крестиков небольшой сюжет такой маленький и вот вышивальных не мне всего вышло 16 несмотря на то что в прошлом году начала в сентябре потом я его благополучно что-то там а когда в сентябре начала нет в активу а ну да в сентябре 9 сентябрь 18 сентября начинала и закончила 13 сентября этого года но так всего 16 дней и тут есть и 100 дней а и 100 крестиков и 378 420 500 вот такими темпами я вышивала если конечно ну я рассказ для тех кто вдруг захочет вышивать вот этот сюжет да и вдруг рассчитывая свое количество времени что и вы справитесь ну пусть даже за 15 дней запросто неспешным таким же шагом вот такие вот дела вот что у меня получилось в результате цвет ткани можно применить сюда любой другой можно светлый может кому-то понравится более темный 52 53 их если кашел брать лен какой-нибудь да нужно уме мне кажется каунт если уменьшишь вот цветы они еще более такие насыщенные будут и мне кажется не стоит этого делать на мой взгляд вот так я все смотрю что там у меня сегодня у меня солнце вот сюда если как ну хорошо бы было снимать но 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 в принципе вот принципе освещение нормальный цвет ткани вам принципе хорошо передается вода все как есть он такой кори бежево бежевый такой цвет вот может кому-то покажется что надо светлее вот потому что здесь все таки идут вот такие как бы блики полукрестиком такого грязно-голубого цвета может кому-то покажется что их надо было на светлом фоне лучше вышивать да вот здесь как на этом самом может быть да может быть хорошо подошел бы какой-нибудь очень даже бледно зелененький там может а может вообще голубой сюда был очень хорошо подошел бы и не надо было блики эти вышивать но здесь конечно вот все равно обозначение какое-то стала то сделать вот но это на ваше усмотрение мне захотелось на таком найти такой типа старенький винтажный цвет кстати какой с разводами сюда очень хорошо пойдет выстиранный с чаем такой знаете когда нажимаешь все это в чай в кофе вот хорошо будет на таком тоже смотреться он кстати будет не сильно темный а такой нормальный цвет даст вот фотку сделала я с цветами в доме здесь но на улицу еще не фотографировали я не знаю как сейчас там ветер если вы так вынести повесить как-то его вот тогда на цветами как не знаю короче говоря вот по поводу оформления я уже тут думала сначала раму купить квадратную а потом не пришла идея почему бы не такую я уже даже начала красить вчера а потом подумала а почему бы не овальную и заказал овальную я жду я посмотрю знаете как бы если овальная мне понравится если меня вот здесь вот так все устроит овал я сделаю в овальную но вообще в принципе смотрите очень хорошо свеженько смотрится и в кругу это я покрыла просто пока предварительно если сделать зелененьким таким цветом будет замечательно смотреться да что-то не потянулся на круглые зелененькие овальные все никак не отпустят но мне так кажется ну просто надоедает эти все квадратные рамки уже там 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 скоро мне надоедят нами круглые рамки почему-то они не так надоедают как там знаете как бы такое скругление идет в доме да как-то все такое обмягчение всего вот ну ладно мне почему-то захотелось именно в такую раму оформить либо вот в овальную я посмотрю просто она овальная будет такая же ну вроде тот же производитель но там уже задником идет все но без стекла и что мне захотелось если она сюда не очень мне понравится что я могу ее оформить под зимний тот сюжет если понравится я закажу подзимний сюжет отдельно все еще она недорогая там что-то и рублей 442 что ли вчера загладил на этом озоне да вот так что мне мне вот уже все нравится вот как вам не знаю но пока я дождусь вашего мнения скорее всего уже смогу и оформить точная недель сейчас я пойду делать некоторые дела не очень приятные в огороде и потом уже буду почти свободным так ну вот вот такой вот сюжетик у меня вышелся так поближе покажем любителям крестиков я не могу сказать что мне они очень идеальные но я стараюсь постараюсь до пол крест в одну ниточку идет здесь поэтому может быть надо было его в две нити делать причем его нет мне не кажется и у него не хватило бы да на две нити вот ну может быть надо было на такой ткани более ярко выделить как-то стараться ну вот так вот 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 в общем все у меня вот так вот получилось вы думаете какой это месяц май а вот и нет это месяц сентябрь по моему одуванчики стали уже все сезонными растениями и растут даже в сентябре вот они в августе в конце цвели тут еще даже зацветает до уже все цели не цветут благоприятные условия вот они цветут он там еще целая куча вот так одуванчик полевой лекарственный так и так предыдущем кадре не сказал что у меня уже 15 число воскресенье я только начинаю свою неделю вышивальную ну ну так получается я просто хотела тот сюжет дошить уже и потом его показать и потом начать неделю думаю хочу показывать тот сюжет когда я не собираюсь ничего пока менять пока не дашь и там осталось немножко растянуло конечно но тем не менее что нас то солнце то пасмурно пока у нас стоят сентябре теплые деньки такие хорошие теплые иногда даже жаркие дни так что вот он пока наслаждаемся этим а тем не менее осень все ближе и были ну как она уже пришла да ну все вот ближе и ближе становится приближается вернее к тому уже когда будет холодно скоро да наверное октябрь в прошлом году у нас долго тепло было поэтому я надеюсь в этом году тоже также будет хотя бы до 15 октября мне бы хотелось чтобы побыло тепло без дождей сухо вот так вот у нас уже до желтеют некоторые деревья и осень осень идет своим ходом и я начала вот такой сюжетик начала его вчера в субботу 14 сентября этот сюжет я вам показала планы уже показывала это но у меня там еще пришли некоторые планы подкорректировала мне дочь я потом покажу все покупки придут когда может в конце недели это все придет я вам покажу все что там есть но просто еще и хочется показать что хочется тут тоже начать не то что хочется надо уже надо вот и вот вчера я начала этот сюжет этот сюжет я говорю что схема у меня есть в электронном я нашла свободном доступе посмотрела а тут у меня 18 цветов а там 16 там видимо на какой-то другой набор был была эта схема не на какой-то она этот как его такой же точно все также только вот здесь вот домик вот такой серенький они фиолетовый я еще когда заказывал там картинка вот только серый дома вот этого якобы не было данного бы пришел мне тот какой надо а в прошлый раз когда я заказывать тот какой мне надо пришел тот какой я не хотела ну не то что не хотела ну так ладно это помните с велосипедом то вот в этот раз пришел тот что я хотела хотя у них а один тоже а один одна картинка один как он называется лист вот этот заполненный торговый да господи забыла карточка торгового это вот она что имейте это ввиду и я написал наталья самохина потому что мне нужно было перенабор на кошку еще на один подобный сюжет и поправу смотрю не схема есть узнаю думаю какая из тех интересного ней схемам вот казалось то которая нужна та которая нужна мне здесь значит 10 9736 и 5 крестиков и бэкстич все вместе но вообще крестиков 8663 из которых вчера 831 вышла за весь день потихонечку но вышел это все вот 831 крестик почему я вот так могла бы тут заполнить да но нет я поскакала потому что у него думаю здесь от одиночных эти крестики будут тут протяжки естественно будут и вот потом в конечном итоге вот этим открыть другим цветом все это закрой все протяжки сзади да хотя мне уже как-то пофигу потому что оформляя сама никто это ничего не видит что там это как бы изнанка только для меня вот здесь я ошиблась в разметке такая страшная но у меня пришлось стирать на здесь на одну ниточку и вот здесь сверху на одну ниточку так вверх дошла потом все переделывал так вчера я вышивала вот этим так цветом и он такой какой-то вот даже шелковистый блестящий был приятно было вышивать вот этим как-то уже был не очень как-то вышивать вот ну вот потихонечку думаю я что потихонечку потихонечку я этот сюжет закончу за осень естественно и в планах так побыстрее закончить что там 8000 крестиках и еще я взяла на смелую этому сюжету вот такой сюжет это сливы так сколько у меня там процентов выше там 38 по моему процентов так на этом уже сюжете 8 процентов выше то вот видите как быстро здесь 38 до процентов выше то думаю надо его бы тоже как бы он тоже как можно сказать осенний сюжет так все-таки слива то у нас тут осталось знаете совсем немного 641 полукрестик и 4 860 крестиков ну принципе пять дней по 1000 крестиков если просто сидите им ну еще зависит знаете это не это от чего не только от времени а и сама сюжета если на он сложный там много переходов цветов и здесь вот может это быть вот видите тут все таки желтые вот эти цвета и они вот сами увидели как вышиваются здесь может быть немножко затянуться здесь же более-менее все компактно как компактненько да я тогда вышивала его как-то так быстренько повышевала тут еще и тут вот видите пятнами цветовыми будет заполнять ну принципе немного осталось постараюсь постараюсь может быть что-то и завершу но не в сентябре скорее всего а может быть даже в октябре вот пока пока только это на всю неделю может быть что-то мне еще захочется другое взять вообще конечно надо возвращаться к своим воскресным процессом потихоньку но тут и просто от времени пока время нету такого чтобы прям засесть за них и сидеть на них время надо мне приходится целый день до вечера мне только вечером получится будет время на них да вот так чтобы засесть и вышивать эти вот можно там даже вот можно так в сад вытащить с собой повышевать этот маленький процесс всегда например да этот в принципе там посидеть вот вот таким образом а те станции станками вот так не потаскаешься целый день не засядешь за них вот я пока готовлю например обед у меня есть там какое-то время с утра часов может утром ранним потом может в обед какое-то время есть вот так вот и ну и вечером уже там часов с восьми классе не чаще всего с восьми время наступает тогда я вышиваю вот таким образом так вот пока я вам все 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 рассказал что есть дальше уже посмотрим что там наберется за эту неделю много конечно тоже тяжело грузить на особенно на youtube просто я грузила в 12 ночи начала загружать где-то к девяти утра у меня вот тогда только видео загрузилось а вот предыдущие ведь я еще правда не открыла вот это видео который загрузил а вот предыдущие вот как я провела лето но почему-то быстро загрузил я не знаю чего зависит может от мобильного интернета все таки скорость вот это если есть скорость он быстрее грузит грузит если нет то замедленно как-то но вот так вот такие пока дела сегодня знаете какое число 19 сентября вчера было прохладненько правда но сегодня так нравится сочетание голубое небо желтый вот этот шатер зеленое дерево красота я отдыхаюсь и сейчас шестой час вечера вот я сегодня переделал много дел даже немножко повышевала спустила всю картошку в под пол но я же одна дома все мужчины у меня в поле хлебушек собирает вот всю картину там сколько двадцать пять ведер у врачи еще и здесь ты вообще мало эти дни не было слышно как я начинаю снимать и почему как начинает вот двадцать пять на крупная картошка выкопала всю ну как выкопала выдолбила из земли морковку просто иначе не скажешь земля такая знаете после дождей как будто бетонная бетоном залили там и я вот это все выдал и на мыло и сейчас покажу вам вот смотрите на мыло когда она высохнет соберу потом когда будет место морозильнике у меня место нет морозильников ни в одном пока и нет по одном есть в доме который немножко и и на стругами сейчас мешок со складу ведра вот тазы ну тоже на этой неделе все вот таким такими делами занимаюсь красивом чайнике вот так теперь я отдыхаю сейчас еще кое-какие дела доделаю и пойду вышивать сливы сегодня я вышиваю сливы вот чайок лазурный чай это мне дочь прислала но я его правда там со своими травками мешала лимоном он стал фиолетовый не синий но вот фотография могу вставить вчера заваривала показать период я отдыхаю без бассейна пейзаж очень скучно и вообще уже все заметно прям заметно уже все не лето деревья желтеют лысеют всем привет друзья я к вам с этим процессом значит ушло у меня на него четыре дня я начала 14 сентября и прошла 16 17 и 18 сентября сразу наверное после после того как закончила эти как не астры хризантемы вот даст арчатами так и не доходит руки никак начать их я что-то провозилась здесь на вышивала две тысячи пятьсот пятьдесят один крестик всего за эти дни ну знаете так шла 831 606 661 453 в день вот так таким темпом ну как бы немало да конечно же для многих там и 100 крестиков в день бы сделать но тем не менее все таки как бы глухерсов занимаюсь что должна показывать вот но у меня сейчас здесь 26 процентов вот это все 26 процентов выглядит вот так у меня сейчас как всегда ножницы ищу и осталось то знаете не так много здесь вот просто крестик про просто больше крестик и бэкстич 6112 крестиков остался это вот если сидеть вышивать по по дню до в день по 1000 то мне вот как раз хватит где-то там на неделю вот но я думаю что тогда она не получится пока но знаете честно скажу что с огородом практически все тут там а свекла осталось и теплица у меня пока теплицу не трогаю еще там пока морозов не было например да да вот до морозов но свеклу там пять минут убрал все остальное практически я все сделала самую сложную большую такую работу есть там моменты где там еще я вот пололок вчера тут поцарапалась не знаю эту руку ну как бы не сунуть вместе с этой царапины в экран да вот так ну и ногти все конечно у меня вот страшные позбивались ничего не отрастает все уже ужас ужасно но это когда-нибудь закончится и зимой это все нормально будет выглядеть вот пока там смысла нет их прям маникюрить или я не знаю как я смотрю у девчонок но у меня маникюр это знаете я и маникюр мы не совместимы с ним вообще просто даже если у мастера делать я имею ввиду такой то я вообще нарушена там стоя за через за два дня снесу наверное так уже было так что я так что я поменьше стараюсь их в кран совать конечно но тем не менее что есть так ладно оторвемся от ногтей в общем что вот я и навышивала за это время начала то я снизу думала сейчас вот эту дорожечку так у меня тут на нас свечивается я стараюсь не вытаскивать чтоб не лохматить эту бумажку в общем хотела снизу но так как я начала снизу и думала дорожку сделал потом поняла что надо вот эти вот мелкие как бы крестики одиночные всякие вышите чтобы их потом вот где они есть перекрыть ну на заднем на заднем фоне чтобы там не было такого вот вот так вот это вот все я не знаю кто какие протяжки делать я здесь такие делала чтобы это все закрыть их не будет видно потом вот хотя какая разница какие-то протяжки да какая разница все равно сама оформлять буду сама это больше никто не увидит я вам показала уже темную вещь все в общем по ниточкам не знаю я как-то привыкаю и уже мне нормально вот эти вот с этой стороны нитки они нормальные такие знаете гамму чем-то напоминает предпрошлых лет сейчас кому получше даже стал здесь вот какие то здесь таких вот вот эти вот пожалуй вот крайне какие-то суховатые остальные такие все более-менее такие понежнее какие-то ниточки вот в общем то ну как пейзажи все также вышиваются также дерево здесь он уже не без листьев если без здесь было и вот этот вот домик тут бы я может уже половину бы вышила да сейчас я так стою возле окна поднимаю глаза и у меня там тоже похоже дерево за баней нашей стоит у соседей да и за гаражом вот этот клен разбрасывает свои семена он нам задал нас извините за слово задолбал уже везде там возле гаража за гаражом возле забора может мне не особо-то не дает его выбрать выпиливать если я вижу где маленький я конечно выпалываю но сейчас тоже у нас примерно такая же картина хотя на улице вот сегодня сейчас освещение включила в субботу у нас немножко пасмурно вчера немного было пасмурно но не немного сегодня пасмурно вчера немного было прохладненько сегодня в сравнении с теми днями вот еще завтра и там до следующей пятницы у нас будет плюс 12 13 градусов может так везде по всей россии будет но потом потеплеет новым так что вот такие вот дела продолжать конечно буду я этот сюжет куда же я делюсь за ну вот я сидела и ловилась а на мысль что мне уже надоели эти круги честное слово я еще собралась зим еще осенний один есть мне уже наталья самохина сделала перри набор на тот сюжет так как он в деревне да вот у меня лежит осень в деревне вот на этот перенабор наталья самохина есть перенабор в общем перенабор перенабор перенаборов есть ссылка в описании у меня есть так что если кому надо заходите к натальям за перенабором вот и она я не торопилась честно сказать но она сказала что уезжает в принципе я вообще не торопилась я написала я не тороплюсь я пока это думаю выше пока еще один потом думаю тут вышью немножко вот потом я отдышусь и зимний когда-нибудь после нового года вышью а там уже и осталось и весенних у меня у меня весенний один всего да но я хотела купить еще два тот весенний пока не вышивать короче говоря ладно с этим я потом разберусь с этими покупками вот но у меня на сегодняшний день вот так я не знаю на следующей неделе на на возьму как я я все пока пытаюсь сделать так как раньше было днем вышивать вот это вот мелко ну а вечером съесть за большие какие-то процессы которых у меня тоже полно и как ты с этим надо все это разобраться вот ну хочу вот так продолжить как раньше было и не раньше у меня как-то большие процесса больше двигались и и пока и по крайней мере что-то большое вышивала вот ну вот так ладно так следующий процесс это вот этот как он называется газе здесь вообще название то есть нет этого нету что ли надежда казарина ой надежда казарина дизайнер оказывается я раньше об этом говорил и только сейчас заметила садовые сливы называется этот наборчик и вот я его продолжила значит я взяла его 19 20 и 21 то есть три дня повышевала 2001 один крестик у меня выше то здесь здесь уже 58 процентов выше то ну вот можете сами посмотреть да по он превью здесь у меня значит уже закончены бетончики здесь вот лист просто будет все так они сами вышиты мне осталось так шить сливы и вот это вот здесь вот сливы выше ты вот здесь путь здесь я не стала вышивать сейчас вот это место закончу потом переставлю пяльца немножко и вышлю низ ну и бэкстич естественно вообще мне осталось знаете всего вышивать две тысячи восемьсот пятьдесят девять крестиков 641 полу крестик и бэкстич то есть здесь немножечко осталось посидеть если я вышивала нормально так я что-то а нет правда почему даже не три дня ему вру на нет 3 получилось 19 20 21 сегодня но я утром 152 крестика всего сделал а так вот вчера хорошо повышевала тысячу шестнадцать крестиков до этого восемьсот тридцать три крестика сделала вот на нем и вот считаю уже вот такие продвижения не много не мало но сделала все таки я две тысячи и осталось еще мне столько столько же и полстолько как говорится ну чуть побольше столь этого же то есть если я хорошо себя буду вести ну дня 4 5 может быть закончу я сюжет но я так уже прям уверен в себе уверенно можно так сделать ну посмотрим но я я уже сказала да с огородом покончено времени побольше есть конечно дела которые никогда не закончатся домашние но в поле у нас еще мужчины хлеб убирают году тоже не очень урожай несмотря на дожди но то что залили залила тут я вот потом сниму выйду в сад вам покажу в конце видео какие у нас землетрещины огроменные и если вот перед тем как морозы начнутся дожди не пойдут это будет катастрофа для деревьев на заливать вот вот такие дела хочу его закончить и ночью тут осталось там как весенний весенний осенний сюжет он тоже хорошо смотрится кстати вот синие сливы у меня терна слив вот этот вот который был он всегда я его где-то вот время в это время даже в октябре я помню собирала один год его и два года уже у меня нету поэтому почему бы не осенний люблю дать старые бетончики вот эти кастрюльки старые но у меня таких вот нет кастрюльки где-то лежат но они не такие страшные конечно вообще бетончики бы у меня конечно вот так ржавые не валялись они божьев дела пришли как вот те предыдущие которые у меня были они уже выкрашены и служат мне верой и правдой на кухне в одном у меня половники стоят в другом у меня с крышечкой соль прям вот который бетончик с рыжечкой там соль насыпана прямо на столе перед плитой это очень удобно берите на заметку так вот вот такие дела в общем здесь будет продолжение естественно я не знаю я успею до конца сентября вышить этот сюжет или нет мы посмотрим посмотрим и там уже будет видно какие еще сюжеты я хочу вышивать на следующей неделе пока не знаю пока вот все это будет то же самое если вам интересно продолжайте смотреть за тем как у меня тут процессы идут когда вышиваешь вечером кажется основа белая ничего парилась какой-то серый на основу и носил сейчас вот видно что серенькая да да это прям белая-белая рамка у меня под этот сюжет уже куплено все квадратное но вчера опять мысли был а почему вы не овальная короче меня за зациклило на кругах овалов ну ладно это тоже когда-то пройдет вы уж потерпите вот вот такие вот дела так ну а сейчас мы с вами переходим к сегодня в субботу я еще хочу повышевать сейчас может время по я будет и сейчас у меня ну посмотрим да там до ужина время есть еще не половина ужин готова так им хочу повышевать начать этот сюжет мне наталья сделала перенабор вот этого сюжета радужное настроение он небольшой вот сами видите кусочек основы я уже не помню куда я делал вообще основу от этого сюжета куда я запихнула я и постирала погладила но она не очень хорошо смотрелась здесь вообще вот такой фон прям очень коричневый я уже даже купила рамку почему я другу не рассматривала уже другого цвета что-то до хотя я купила там основу вроде как она сюда подходит но ладно вот такую рамочку я покупала если вот кто смотрел покупки какие-то летние да вот она прям под этот сюжет я прям под коричневая думала на той основе буду вышивать ну ну не знаю пока не хочу и что я надумала рамка 15 на 21 сантиметр и я тут думала думала и потом вспомнил что у меня есть вот эта беломерка я так и не купила этот кусок беломерки еще у меня вот остались остатки такие узкие вот куски думаю что я чё-то и знаете вот я ходила в по магазинам да ну вот по этим по маркетплейсам я что-то не поняла почему такая беломерка дорогая стала 50 сантиметров на метр сорок даже 600 с лишним рублей я метр покупала за 200 там с чем-то по моему дачу или что-то я все три за за какую-то такую цену смешную купил вот эти три куска вообще я посмеялась даже за копейки может как когда она так подорожала я вообще сейчас зашла на веб этом тоже что-то такие цены странные думающие там тоже прав не помню метр там по моему на метр сорок стоит 600 а это на зоне там что 50 сантиметров по мне крафт продают они их по моему вот и думать что как-то дорогого не дороговато ли для такого кусочка ткани все-таки она не премиум нам скажем так ткань то такая уж мягенькая вот смотрите 30 каунт я решила взять ее вот она все-таки по цвету подходит потом вот к рамочке вот она очень хорошо мне кажется будет неплохо смотреться и потом по размеру она тоже будет небольшая размер вообще небольшой здесь вот 100 в ой 80 на 120 клеточек идет размер в сантиметрах это 14 и 5 на 21 и 5 сантиметров на 14 аиде тут у стоит на 16 12 на 18 нет я где-то на именно я не помню что я там уже не мурана что-то какой-то этот не линда вот какой же в отдален я смотрю лайнами я смотрела 30 каунт 13 5 на 20 сантиметров у меня тут размер вообще устраивает вполне себе и пока и по крестикам она тоже не очень большая 5298 крестик а вообще в общий счет вместе с бакстич чем тут бакстич совсем чуть-чуть 6128 крестиков и по крестиков полу крестиков тут не петит ну и немножечко вы кстич это вот в основном вот вот этого на морде петит здесь у этой кошечки вот здесь в глазах глазах в носике вот он и начинается середина где-то вот с этого момента наталья мне сделала уже перенабор вот поэтому это так уверенно говорю сколько крестиков я ждала еще перенабор посмотреть по крестиком что ниточки вот такие тоже ну как как обычный крест и как обычные ниточки да такие в общем я сегодня по вышиваю посмотрим мало конечно вышью завтра и потом уже буду заканчивать эту вышивальную неделю в понедельник таким образом вот я решила потому что уже смотрю снимается то много потом загружается очень долго пока пока вот так ну ладно в общем про загрузку провидел я еще вам расскажу вот в общем покажу что получится решила что буду вышивать именно на этой ткани я уже вышивала что на этих тканюшках несколько сюжетов по моему 2 что лес вышила до грибы прошлом году и тыквочку они хорошо смотрятся на ней на ней вот такие цвета оранжевые какие-то коричневые такие вот хорошо смотрятся не знаю мне кажется это тоже неплохо будут смотреться от эти круги как-то они мне на фоне не очень нравится поэтому я думаю на этом будет хорошо смотреться нам даже очень сейчас я хочу вам показать свои покупки я никак не могу остановиться с покупками куда меня несет не знаю ну куда-то несет тут не только я купила сама тут не кое-что купила дочь поэтому сейчас я все вам покажу по порядку в общем я тут сейчас я выключу чтоб не отсвечу так нормально видно я купила тут вот вот эти наборчики недавно на зоне я их покупала и как раз там мне алиса дала баллы сколько-то не помню 150 что ли в общем у меня за 1500 чем-то обошелся этот ну скажем так набор состоящий из пяти наборов вот я как-то показывала что уже купила рамочку под этот сюжет но рамочка только на 4 на 4 сюжета здесь идет и вот я выбрала из них вот эти четыре вот этот я наверно вышью но как-нибудь отдельно оформлю ну посмотрим в общем я недавно тут увидела оформление у одной девушки вконтакте как у них название хостикова стич по моему что ли называется группа может кто знает да там оформляет дорисовкой красиво так оформлять ну вообще у нее оригинальное оформление и вот у нее предыдущие сюжеты оформлены интересно с дорисовка осенние да вот я так посмотрел туда классно но дорисовывать я не то что не умею я боюсь давно не держала как говорится кисти в руках давно ничего не очень не рисовала когда-то этим занималась но времена те прошли в общем сейчас все вокруг рисуют мои близкие родственники некоторые но я не хочу меня иголочка рисую и как бы да пока вот у меня есть то то рамочка под нее почему вот этот но вот здесь смотрите мне такое ощущение что здесь как бы вот первый снег до упал здесь еще листья желтые и даже от птицы чили улетели когда я это вижу и такие ассоциации речка не замерзла прям у нас речка замерзает я не знаю как у вас да но зимой она у нас не течет это вот если первый снег выпадет она там или ранней весной там когда уже все растает и речка тогда может быть но никак не зимой здесь вот да вот есть такой момент тоже дерево почему-то желтая почему я не знаю так называется вот это наступила зима дорога домой но тут везде наступила зима только-только да но здесь хотя бы как-то сюжет какой-то есть ребенок идет с собачкой гуляет дорога домой мне такое ощущение что он не домой идет туда вдова то лицо вот как будто сюда наоборот вот как будто он идет не к этому домику а от этого домика домой или к себе от друга какого-нибудь вот здесь вот тоже опять же еще и листья на деревьях и желтые но они как-то больше все-таки зимой как-то связаны да ну это мое мнение хотя вот эти два спорных вот таких сюжета вот они все-таки с листьями можно было уже наступила зима и без этого желтого дерева сделать как-то потому что наступила зима у нас листьев на деревьях вообще нету это если только первый снег выпал вот тогда да возможно вообще конечно вот эти три сюжета вот наступила зима уж точно тут уже прям последние листья долетели вот так а здесь вообще такое ощущение что еще птицы на юг улетают у нас кстати грачи улетели уже тут отдельные личности летают покрикивают а так уже их неделю как я не слышу так прям как раньше так следующий наборчик еще я который купила вот посмотрите этом новинкам от адрианы андрианы да и адриана как только не называю называется у бабули набор для вышивания 28 на двадцать четыре сантиметра здесь не не прописан ну тут все вот это вот все это тоже намазано что ли я это не писала ничего почему здесь 25 какой-то написан они вообще вообще он был в пакет упакован еще в один поэтому не знаю уж я я вот его здесь как держала ничего никуда не вытаскивала не убирала грязный так я уже вскрыла его посмотрела потому что я хотела qr-код про и сравните но две схемы так здесь ну ка разработка и производства и по андрианова ну это в по фамилии производителя до богородск нет не написано что-то дизайнер нигде не написано дизайнер это наталья юркевич сейчас я сейчас вам да по моему наталья юркевич это у бабули у меня схема и и есть я покупала схему я хотела сравнить до торфа скачал тут есть электронная схема хотела сравнить в чем разница потому что здесь 36 цветов а у нее 42 цветом думала меньше блендов ну всего на два бленда меньше здесь вот я не знаю сколько какие цвета они убавили они говорят что переделали схему как-то перерабатывали не знаю как они не говорят у кого схему брали ну я покупала у натальи юркевич так и правильно сейчас я сейчас опять я вчера путалась да 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 наталья юркевич я брала у нее такие вот схемки у меня у нее есть и без курицы есть курицы и такому как интересно да я покупала эту схему в предзаказе еще записывалась и вот когда она выпустила не помню когда уже но и она у меня есть я так сидела думала но я могу насобирать себе не только опять начали чего я не люблю делать так это нарезку от это не так вот эту сборку терпеть не могу я думала тут поменьше цветов тут поменьше блендов но убег блендов здесь 13 штук аж 13 блендов там 15 наборе вот они прямо видны эти бленды вот мне кажется хуже ничего не будет но вот здесь вот есть не зашивающиеся меч места вот они видите но тем не менее я вот например если когда буду вышивать не буду ничего менять на равномерку ради вот этих вот нескольких кусочков вот нитки пнк кирова здесь поиды 16 тут не написано 36 цветов но там по моему в этом написано такие они почему они такие вот неровные пнк когда вот в матках они нормальны знаете что я вот лично сделаю так что я их поглажу пропарю паром или пары из этим как генератором или утюгом с паром но чтобы они были ровненькие таки не кудрявые уже не тогда даже податливой становятся здесь написано что есть схема для саги да да а вот нашла наталья юркевич точно правильно дизайнер но они ее немножко изменили где что они изменили чего убавили добавили я поискал посмотрела по схеме вроде все одинаково не знаю я не поняла вот и взяла я его знаете как парный такой сюжет у меня будет вот смотрите как здорово до два домика можно так поставить можно так вот отвернуть друг от друга вот можно в одну сторону перевернуть сагу и вышить если кому хочется туда же до что у него так нравится как есть вот этот я собираюсь в октябре начать потихонечку вышивать но не знаю я конечно 20 надо спеть при таком раскладе цветов цветов это не долго не быстро здесь тоже пейзаж он тоже вышивается уже даже по полу смотрите по крестикам я вам близко показывают чтобы его представление не или да как он будет ну тоже не из простых но вот такой парный сюжет их можно как вместе вешать так и по отдельности по сезонам ну кому как нравится в общем я для этого купила и вас так подробненько про это все рассказываю еще так сейчас мы дойдем всех остальных у меня был вот такой сюжет я собиралась его начать выше купила вот основу было значит сидела тут у меня выбор был такой между кэшу и вот этим цветом посмотрите я была все-таки права что кэшу сюда больше бы подошел этот вообще вот я взяла мне не понравился цвет слишком темный у меня не было кусочка линды вот этой чтобы винтаж посмотреть до линда бежевый написано винтаж номер 3009 его здесь тоже 3009 кэшу да но он светлее намного вот смотрите как какая разница вам заметно нет это я вот включила сейчас цвет вроде только светлее стало вот посмотрите большая разница большая вот у як глазами вижу это все вот я хотела под вот этот сюжет но мне не на мне понравился разложила нитки думаю зря я вот этот не заказал но этого знаете за ту цену который я это покупал того кэшу там вообще на озоне нет он такой дорогой хам это просто вообще не меньше полутора тысяч стоит поэтому я думаю да ну я лучше это закажу ну короче говоря как говорится скупой платье дважды лучше бы я тот заказала сразу на в в этом был подешевле намного дешевле но мне вот то что неудобно забирать его сейчас будет вот но он мне пригодится пригодится я перезаказала уже на цвет 309 вот опять сейчас надо выключать все вот вот такой цвет он больше походит вот на эту основу мне хочется чтобы она была вот такого цвета им и можно еще было взять это так кэшел 309 дождите чё заказал да по моему кэшел да то просто там кусочек был небольшой 30 вот именно такого размера да вот поэтому мне там еще по баллам вышло хорошо 309 и мне понравился еще 31 15 можно было тоже лук бритни лугану взять вот они вот как-то это посветлее даже я решила хотела потемнее чтобы просто цвет вот но теперь это будет лежать конечно основа но я думаю что пригодится еще на что нибудь такой основ много не бывает лишних тоже не бывает так еще заказывала как обычно рамочки одна рамка мне пришла я не успела вчера только пришла не успела забрать как раз специально рамочка для хоризонтем и вот эти как обычная взяла еще одни так прошлый раз два но четыре штуки я взяла на два осенних на один зимний мне хватит один останется как раз и мне бы еще еще придется две заказать вот такие вот рамки ну вот эти вот которые я ходили для них под них вот чтоб на все сразу было и все вообще конечно у меня лежат еще и овна надо как-то с ними мне еще нравится золотой урунов эти вне уже честно надоели надоели вот дальше что у нас еще еще я не я мне дочь купила и купила эти два наборчика младшая моя лиза она хочет чтобы я и вышла вот эти два сюжета и оформила их подушку это от мира вышивки сюжеты я уже скачала здесь схемы схемы даются в электронном формате тоже здесь и бумажная есть электронная схема бумажную просто по моему на двух листах она идет что ли ключ а ключ отдельный схема ниточки там не сказано какие нитки я подозреваю либо это димси либо это лукас нитки но цена набор небольшая совсем здесь вот просто не мулины хлопок идет он где-то я читал где не помню что это как лукас называется светлый дзен и поймать дзен два сюжета так я забыла как же в туре их чинка точно виктория их чинка дизайнер они небольшие всего здесь 7000 крестиков полу крестиков четверть крестиков и баксич и узелки небольшие сюжеты вообще даже по размеру если вот смотреть на я здесь написано 18 на 21 всего 10 19 21 чуть побольше не знаю почему побольше здесь здесь значит входят 32 цвета тут 28 цвета мулины и канва 27 каунт хлопок скорее всего брить лугана лугана звезда вот она белая это хорошо уже можно ничего не менять просто вышить именно на этой основе и все и я еще купила к этому всему вот заказывала когда-то у бабули там вот увидела вот этого ёжика он тоже сидит дзен ловит яндекс дзен символ канала вот здесь вот он был хоть а не он был я его не открывала вот он в двух упаковочках на упаковка я еще не вынимала ничего там вот так и было у бабули тоже вот в таком вот виде вот тоже андриана дзен называется 12 на 13 сантиметров здесь я не открывал но схема сага есть вот она тоже а кто у нас дизайнер что-то я не вижу дизайнер кравцова анастасия вот я такую не знаю как дизайнера вот у меня есть теперь наборчик такой милый ёжик вот вот такие три наборчик у меня появились надо вышивать и потихоньку не знаю когда я все это сделаю у меня одной дочери значит там диму надо вышивать второй дзен ловите со второй сделаю ну думаю что ну как нибудь с этим справлюсь вот такими это вот да то что у меня не входило в планы на осень но придется этим заняться в скором времени вот этот я вообще думаю с этого начать в маленький такой чудо вышивать да здесь правда снова вот аида я хочу все-таки здесь заменить на что тоже ну как бы три подушечки такие одинаковые будут и с ёжиком я думаю ёжик ей понравился я показываю вот как без ёжика такого не знаю у нас кстати говоря ёжики достали этот ёжик ходит собаку мою травится на чем не она чего не доела хочет доесть она не дает я встаю вот такие вот дела так вот такие вот у меня покупочки нет еще одну сейчас забыла покажу еще одну покупку покупка была для вот этого сюжета вроде как бы подобрала рамку вот так вот все это вам не видно будет именно я что сделал я и натягивала в раму вставляла убрала сейчас конечно неплохо смотрелось хотя я сначала чуть расстроилась чуть мне не понравилось мне показалось что она темнее на фото было рамочка это чем она понравилась мне посмотрите на такой извините так вот такая как кракелюра как будто вся потресканная я думала на чуть темнее но она вот прямо это почти вот сливается с фоном я уж думала может мне что-то другое сделать вообще где там у меня исток тут смотрите вообще впритык все вот делается до в рамочку если оформлять если в паспарту у меня был такой замысел то тут на то мне так и выходит все впритык и здесь вот видно даже вот этот момент как бы вроде незаметно что вы здесь вот край а здесь вот везде вот так вот но так вот есть здесь вот так оформлены впритык все прям поэтому мне есть один еще один момент мыслях переоформить одну картину которую я хочу убрать еду туда вставить вот там как раз так впритык все и получается но там получится все прям как надо и паспарту и рама хорошо смотрится в общем я еще про это думаю поэтому хотел думал покажу вам уже оформленный сюжет но нет нет я пока хотя натяну не натянул просто вставила в рамку все несколько дней смотрела мне все нравилось вроде как но потом что-то я передумал в общем буду еще думать на следующей неделе с этим все обмозговывать и потом уже вам покажу когда все сделаю либо в эту раму либо вот ту которая хочу вот так ну что как вам осенний пейзаж вот такая речка сейчас поменьше стала поплыл поплыл гусь ничего не напоминает вот это место вот так я уж не буду водить и тут окна лазила эквилибристикой занимался там мушки опять на той стороне насели но нету мартышкин труд какой проделал сегодня и потом пошел дождь вот вот они мушки все еще живые а сегодня 20 сентября вот ну вот вам просто хотел пейзаж показать смотрите как красиво облака висят вот такие птички летают врачи не это уже не слыхать они как бы летают но немножко совсем их там остатки какие-то а так вот как раньше нет и вот гусики и вот это вот весь место не всегда напоминает сюжет от овна есть такой там гуси вот чуть пораньше надо было снять когда еще желтые от из деревьев стояли который сейчас уже некоторые облетели даже как-то быстро в этом году очень очень быстро и не знаем слышно нет я слышу как гуси кричат бочка нам в этом году не пригодилась огород поливается то вот недавно неделю воды не был я поливала огород у друг на друга напали чего там дерутся поливал огород полива он домой качали техническим для технических нужд вода нужна была и как обычно светение фиалку и фиолетовый еще забыл что поставить вот так осень самом разгаре и так друзья у меня сегодня утро понедельника 23 сентября заканчиваю эту вышивальную неделю я не помню когда началась вообще вспоминала первое видео посмотреть какой день то был боже мой вот тогда но сейчас посмотрим так по моим отшивом хризантемы отшил 13 сенний парк начала 14 я чуть не помню я наверное как раз в это время снималась что ли видео ладно посмотрим что будем монтировать все это вот и ну да я к вам со своим стартом с продвижениями вот в этом сюжете который называется радужное настроение вообще это кошка муська ее звали муська я уже рассказывала что моих родителей была кошка 13 лет она прожила эта кошка была это котенка или я им давала от моей первой кошки люськи и и не стало в пятнадцатом году той кошки она тоже прожила кстати ее мама 13 лет она заболела тоже тогда сильно и ее не стала пятнадцатом году что он год у нас такой паршивый был вот я помню то что даже кошки не стало в этом году не только близких родственников вот и она похожа вот кстати тоже была такая люська только вот муська была муська была пушистая а люська была такая гладкошерстная и мордочку не найти на сфинкса была похожа мне все спрашивали что за породы дворовая обычная свекор поймал там соседней деревне у кого два котен двух котят мне привез люську и еще у ней братик был тоже вот такой черно-беленький я их путала сначала пока маленький то бы вот так она у нас прожила 13 лет и ее потом тоже не стало и вот мусь муська у родителей тоже в этом году и не стало хочу вышить подарить им они не хотят больше никаких животных заводить знаете за все таки ухаживать надо за животным же да смотреть за ним особенно за котятами у мамы это у меня уже нет тех сил того энергии чтобы следить за котенком ухаживать за ним конечно скучно без кошечки сейчас хотя она вот не любитель была кошечек вообще ни котиков ни кошечек но вот эту кошку она любила она такая была приличная воспитанная вот и кошку не хотела того что те говорила котят будут таскать как это обычно у нас там говорят я и уговорила сказала что наоборот кошка лучше чем кот в своем доме ее можно стерилизовать сейчас нет проблем да и кошки нигде не шляются по дворам они сидят дома даже не которые те не стерилизованы и не бродят вот по три дня где-то там непонятно да ну у нас а плюсика правда немножко так пображивала но все равно вот такая чистенькая аккуратненькая была в отличие от котов которые еще и метят если не как не кастрированный так что мама ее взяла его говорила и она была этому очень рада я уже про это рассказывала этом году просто заболел папа и она так мне писали что якобы она на себя все это перри взяла не знаем правда не правда но мне кажется что она очень сильно переживала по ней было очень сильно видно это все она ходила те места где поп сидел этот два месяца на просто переживала пока он болел пока он в санаторий поправлялся вот ну и я решила им вышить место настоящего животные вот такое в память о кошке ну и пусть висит и у них и как бы может быть тоже как-то оберегает их как и это мужика которая с ними жила вот у меня что получилось на данный момент вот я вышла я начала как бы середина сначала вот да потом уже разметила конечно и пошла вот так вот вниз вот вышла вот эту часть всю мне в принципе осталось из сложного то такого рассыпчатого как здесь вот вот это вот этим серым вышить и потом заполнить все черным это вот уже будет несложно и быстро вот ну и вот здесь вот эти вот моменты аппетиты здесь уже были аппетиты в сер серым цветом и здесь носик глазки будут петитами все здесь вот я оставила ниточку потому что дальше вот здесь чуть-чуть мне не хватило думаю вот здесь дошью потом вниз опущу и дошью вот уже вот эти шары тут белым цветом было вышли радужные шары мыльные пузыри да может быть дети их пускают как у нас делают внучки приезжают и балуются с этими пузырями вот может тоже кошка играет с детьми которые пускают мыльные пузыри скорее всего так вот мне осталось тут по крестиком не так много что-то там около трех тысяч да и но тут еще петиты есть и где-то полукрест а вот 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 я думаю где тут полка есть тут ну тут его совсем немножко вот в этих шарах но и петиты я вышиваю на 30 основе под лупой сейчас чтобы вот эти петиты было видно как они вышиваются детстве мне не нравится как нитки особенно не люблю белые нитки вообще ни в каком виде никаких от производителя и все одинаковые все плохо ложатся всегда светлые ниточки мной в основном там даже голубые бывают вот они при вот я сидела и думала и как они ложатся плохо ну и вот это все под лупой вышивала вообще вот почему-то не знаю вот эти вот нитки как-то на 30 может каунте поэтому что ли не очень ложатся пока не если брать осенний парк там мне кажется получше калька качество нити а здесь какой-то вот я сюда цветных то не дошла вот эти серые вот они вроде как бы блестят вот эти вот вот они сухие вот эти вот я вышивала такие сухие это еще ничего вот это вот как но тем не менее вот так так что я буду на следующей неделе продолжать я что-то не знаю но 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 что-то продолжу пока я пока вот сейчас думаю ну явно что вот здесь осталось немного я его успею дальше и до 10 октября когда будет у папа день рождения надеюсь у нас уже будет возможность поехать все закончится хотя пока еще вчера был дождь зачем он был главное ничего не полил так испортил только время для работы да и все и вот сейчас будет простой у нас вот сегодня был у нас первый мороз ну как бы он был до этого но он был легенький сегодня прям сильно этом снимала во дворе покажу вам все вот такие дела так я еще не сказал что здесь я уже вышел 30 процентов и за два дня вот сегодня еще до вышивала вот этот момент вот он 1864 крестика я сделал он неплохо посидела сегодня там ну вот эти вот я не сколько там крестика был даже дошила этого цвета чтобы следующие возможно даже сегодня сейчас сяду дальше буду вышивать вот это вот надо все закрыть вот такие вот дела так у меня еще поступил вопрос по поводу саги как в саге значит поставить номера цветов по органайзеру ну вот смотрите я взяла например фею это у меня на луне которая да если вы берете схему не у перенаборщиком если вы берете схему не у производителя то у вас конечно же будет она вот например но в чаще всего dmc чаще всего dmc или чтобы значит здесь вот dmc чаще всего оставляют как пара по органайзерам подписывают вот эти вот просто номера ниток там сопоставляя да например находите какой-то вот этот значок закрываете его там ищите у тебя на схеме что он где он что и подписываете ну вот так вы делаете на этом я же делаю ну скажем номерационную систему вот мне нужно например чтобы у меня здесь было по номерам и чтобы здесь тоже было по номерам да я значит вот если у меня такая схема я значит нахожу вот этот например цвет где у меня на схеме подписываю здесь например сначала номера dmc карандашом да все а потом чтобы мне потом не лазить не искать вот это все где там номер 950 там до 936 я вот делаю нумерационную такую систему по 1 2 3 и я их выставляю то есть по 1 по 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 порядку то есть беру например вот здесь номер 10 у меня например он стоит где-нибудь там ну триста пятьдесят шестой номер да и вот смотрите тут нажимаете на него и назначить порядковый номер dmc вот так вот сейчас вылезет у меня здесь немножко думает то есть удаляете вот этот номер ставите то например 1 делаете ok все и он у вас будет уже здесь первым номером и так и так все номера да вот уйдет время у вас на это какое-то чтобы выставить так как по органайзеру вот эти все номера сопоставили все по схеме да и расставить я вот расставляю все вот так как мне надо вот они у меня все вот так как мне надо они стоят вот видите я уже здесь выставил 37 16 первый номер да но обычно вот если брать схему он будет в конце где-нибудь стоять этот номер но он меня стоит первым уже вот 894 вот не по номерам обычно вот схему берете какую-нибудь там все начиная там малого кончая там большим большими цифрами до идут вот так номера у меня уже здесь выставлено все как должно быть по номерам я потом органайзер тоже так же номеру и потом вот все нажимаю сюда здесь вот у меня ведь порядковые номера для органайзера с написано или исходные номера палитры я нажимаю порядковые номера для органайзера то есть один окей 1 2 3 4 5 вот сюда и вот здесь вот у меня уже вот этот цвет который я закрыла не на какой там да вот она идет этот цвет видимо который я вышила уже ну вот скажем этот вот 12 вот он вот он у меня идет уже 12 уже не номер там какой-то такой я беру органайзер уже вижу там 12 у меня все и вот так вот вышиваю меня мне так легче здесь также я вот делаю например если берете схему авторскую то вам надо сделать нарезку кому-то вот удобно сколько знать моток мулины да но здесь как-то вот это непонятно 0 0 1 чего 1 моток 12 мотков и вот это я не понимаю как я всегда делаю метр в пасму 6 нитей окей и уже вижу сколько мне там например вот этого цвета надо метров 14 там сантиметра но я режу например метр уже и вот вот здесь точно так же тут 42 сантиметра например что ты как-то неправильно по моему ну вот выше и также можно знаете вот например вы вышиваете взялись набор на шестнадцатом каунте хотите на 14 чтобы узнать что вам хватит нет тот же то же самое берете например я беру метр например в пасму метр в шесть нитей вот сколько одной там и все вот этого еще просчитываю если посчитала так ага мне тут этого хватит этого хватит тоже также можно сделать и также когда нарезку делаете тоже уже видно да вот это если вдруг кто не знает я надеюсь я понятно объяснилась меня тут еще объяснить это вот и здесь также вот я надеюсь нормально объяснил то есть находите сопоставляете вот например какой там первый у вас номер будет до цветом он может быть 3041 дано к примеру а вы его это подписываете а потом переставляете нажимая вот так вот нажали вот он идет сюда нажали и пишите тот номер который вам нужен пишите окей и все и он у вас становится первым потом еще раз повторяю порядковые номера на органайзере выставляете окей и здесь у вас уже появляется те номера которые вам нужны все чуть я вот это первое вот он совсем совсем прям чуть-чуть ну где у меня 6 штук вот так то есть нажали нужный значок вот у вас идет blend 9 на органайзере 35 все уже не надо вам как бы ну это кто привык такой системы пользуется вам не надо искать где там 950 и 960 это конечно ты в процессе вышивки привыкаешь да пока вышиваешь сюжет отложил опять забыл а когда у тебя по номерам ты уже быстро знаешь а вот 9 вот 9 10 и вот 15 ты все вот раз раз и все и тебе не надо никакие цифры наискивать вот и все я надеюсь понятно объяснила как и что вот вот такой момент так что по рутубу я начале там объясняла так кто смотрит рутуб я все видео не все видео у меня скинулись почему-то только 361 видео буквально вот вчера я уже ну думаю надоело уже стоит ноутбук открытый этот субботы прошлый да у меня перекидывается видео 361 уже три дня как зависло все там ничего не перекидывается больше думаю ладно сколько есть уж и этого ладно хоть хотя бы да пусть будет сохраниться хоть куда-то если что вдруг вот теперь мне там надо время на то чтобы все пара скидать по плейлистам но на это время надо и конечно одним днем это не буду делать потихоньку постепенно в течение низ какого-то времени может быть несколько месяцев я это буду делать кто знает на это время тоже надо вот и раскидай по плейлистам там мои покупки мои там запасы наборов кто интересовался запасы наборов я на дзене сделала как типа тоже плейлиста там те которые я снимала двадцатом году видео есть у меня по запасам так что смотрите вот кому интересно рутуб значит видео там есть все не переживайте все видео практически все сохранились я надеюсь каких нет можно конечно подгрузить я сохраняла видео но в основном те вот про как бы процессы до которой законченные процессы вот такие видео я сохраняла конечно же теги сохраняла вот это все а там недели или естественно я их не стала сохранять уж как есть зато не перенесли но мне тоже как бы не хочется терять например эти видео все недели может быть я захочу через несколько лет их пересмотреть правда же надеюсь рутуб никуда не денется вот порядок будет такой же что дзен будет первое значит теперь у меня площадка куда я в первую очередь загружая видео а вот это видео значит выходит 24 потом следующий на рутубе кому удобно ну и остаточный принцип это уже через в конце на этой неделе не раньше у меня нет интереса сейчас даже народ на ютубе никакого ну сами понимаете смысл вот грузить если его завтра например закрою вот так что будет по остаточному принципу выходить я уже говорила если закроет и нужен будет выпиена youtube но уж ничего не сделаю я не буду через випиентом заходить грузить как в инстаграм это иногда я загружаю туда видео но крайне редко крайне редко вот поэтому может также на ютубе вы когда-нибудь посмотрим интернет у меня тот еще особенно вай фай приходится вот через мобильный загружать все видео у меня на все площадки поэтому вот так получается ничего не поделаешь я в этом не виноват так вроде все про это все сказала рассказала еще раз повторила все ссылки в описании куда заходить где дзен где youtube где контакте у меня вот так так вроде бы как бы все сказала объявила так ну и все на этом наверное на этом все спасибо всем огромное за внимание большое спасибо всем за просмотр за лайки за комментарии за дизлайки тоже прекрасного вышивальной недели прекрасной вам погоды мы обязательно с вами встретимся в следующем видео я кажется все вхожу в ножны и русла так что встретимся в следующем видео всем пока пока сегодня вот у меня понедельник 23 остатки грачей нам за спиной каркует вот посмотрите ну что сего сегодня сегодня был мороз холодно хотела посмотреть какое небушко там у нас даже ветер холодный и был мороз сейчас просто покажу что здесь случилось смотрите камни здесь камни были здесь георгины все я ходила любовалась ими даже поливала недавно ну вот на этом все называется сейчас надо будет их срезать уже на днях и выкопать все не дали не дало доцвести мороз видеть еще не раскрывшиеся здесь вот семена не вызрели что-то там выпадает нет они не вызрели нискодечко такие один год меня вызревали я сажал даже желтые были это мне что-то отдала кому-то что вот так моя качель все еще стоит я вчера накрыла нас дождь был вчера вечером видите сыра вечером дождь был сейчас солнце все морозом убило прошлом году у нас мороз был октябре по моему что-то же тебя помню что у меня цвело все и пахло до октября а сейчас вот вот нас турции бы точно в октябре цвели то что морковку тогда капала здесь мыл сидел здравствуй плюшка как тебя там марсик тебя запутать здравствуй марсюшечка сегодня дома со мной был трусишка он так боится на улице всех вообще чужих всех боится я же не чужая трусня вот и трусня у нас кто придет как-то приедет все его и след простыл так вот кал еще тоже надо срезать все выкопать и убрать а да еще хотим показать тоже цветочек синенький марин хотела показать дело здесь показать там где ягода на это вот смотрите вот месяц после дождей везде вот такие трещины сейчас деревья надо заливать вот видите что творится на ягодах вот этом клубнику заливала я сказала грачи улетели что это я слышу что там целый рой а где они вообще были вот этих не было недели две точно очень удивительно очень даже интересно где они были прям там целый рой орет ну вот так вот дела хотел там показать ну хризантема сейчас покажу еще вот здесь у меня хризантем вот который вымерзли эту-то отсаживала рассадила они разрослись вот вот это вот роза она нам с меня ростом силы такая вот еще тут на следующий год я здесь вот хочу все вообще конечно неправильно посадила розы надо было сюда подать на второй план сюда пониже что растет на на тот момент они мне казались маленькие георгины все и вот у меня новые я там снимал их еще не расцвели вот такая мне говорили что она красная какая-то розовая хочу прям красную будем короче говоря искать будем искать стоят очень долго в вазе и вот розовые ну кроме вот этих они прям быстро отцветают что на улице что дома прям тут же агератумы все цари какой рой их не было недели две тишина здесь была уже думали всю покинули нас красиво смотрелись агератумы с желтыми цветочками и с хризантемами у меня стоит уже на нас больше недели желтая тогда нарвала все на тоже сейчас поставить вазочку пусть стоят дома в тепле а